А я сегодня не одна, а я сегодня с ведущей, да, и если она не будет нам мешать, то мы сможем поговорить о книжках. Здорово, книжные! Вы на канале Нерония, с вами я, моя собака, и мы начинаем. Итак, воскресенье уже начинается ноябрь, а значит, давно пора посмотреть, что же там такого любопытного для нас подготовили книжные издательства. Я долго шерстила подходящие ресурсы в поисках чего-нибудь эдакого, и кое-что, конечно, всё-таки нашла. У меня здесь абсолютно не сортированный список, обычно я сортирую как-то по издательствам, но в этот раз, вот как оно у меня здесь лежит, так я рассказывать и буду. Начну я с двух книг, аннотации которых я не читала, потому что не хочу себе ни единого спойлера. И самая главная книжная новинка в ноябре, которую я жду больше всего, это, естественно, четвёртый том в цикле «Колесо времени» от Роберта Джордана. Книга называется «Восходящие тень», и я влюбилась в этот цикл с первых страниц первого тома. Буквально недавно я его дочитала, рассказывала вам о нём в рубрике «Читаю сейчас», внизу в описании будет ссылка, и буду рассказывать об этом в ближайшем прочитанном. Эта книга меня покорила, так что цикл я читать определённо буду дальше, и с огромным нетерпением жду четвёртый том, хоть мне, конечно, до него ещё топать, топать, топать и топать, но, тем не менее, очень и очень жду. Ну, далее вторая книга, натоцовую, которую я не читала, это Джо Аберкромби «Проблемы с миром», вот в этой прекрасной серии с великолепными обложками. Это второй том в цикле «Эпоха ненависти». У меня на полочках стоит первый том, но я его ещё пока не читала, потому что перед этим хочу прочитать цикл про кровь и железо. Я забыла, как он правильно называется. В общем, сначала я прочитаю тот цикл, потом уже возьмусь за второй цикл, поэтому в ближайших покупках этой книги Джо Аберкромби у меня не будет, но я знаю, у меня на канале есть фанаты этого писателя, и если вы ждали этот роман вот в этой серии, то вы дождались, в ноябре он выходит. Ура! От следующей книги я просто в восторге и уже в нетерпении потираю ручки, потому что это «Симпсоны. Вся правда и немного неправды» от старейшего сценариста сериала. И автор Рейса Майк Тодд, сам старейший сценарист. Это он стоял у истоков «Симпсонов». На минуточку сериала «Симпсоны» уже целых 30 лет. Боже мой, 32 сезона этого мультсериала вышло на экраны. И вот мы узнаем, кто придумывал все шутки, какие преграды пришлось преодолеть сериалу на своём таком долгом жизненном пути. А самое главное, что кое-что интересное узнаётся уже из самой аннотации. Я думаю, все вы знаете вот эту начальную заставку «Симпсонов», когда появляется вот эта надпись «Вэй Симпсонс», играет музыка. Так вот, здесь запрятана шутка, которую никто никогда не замечает. Я точно не замечала ни разу, и аннотацию уверяет, что практически никто этого не видит. А вся соль состоит в том, что сначала мы видим надпись «Вэй Симпс», что означает «дурачки, просточки». И это как раз таки характеризует и жителей Спрингфилда, и самих «Симпсонов». И это вот такая вот маленькая шутечка, которую практически никто не замечает. Пишите в комментариях, нравится ли вам сериал «Симпсоны», и замечали ли вы эту шутку. И вообще, знали вы о ней или тоже, как я, только из аннотации данной книги и услышали. А дальше идёт любопытная мистическая новиночка от издательства Полтергейст Пресс. Вообще, в ноябре у них выходит довольно много книг, но я обратила внимание именно на эту. Итак, автор Ричард Чизмор. Книга называется «Девушка на крыльце», и эта книга основана на реальном событии. Как-то раз ночью в Техасе камера наружного наблюдения запечатлела, как к дому супружеской пары по имени Сара и Кенни Такер подходит девушка, вся оборванная, грязная, со следами побоев. На руках у неё болтались обрывки цепей. Было видно, что девушка чего-то опасается. Она постоянно оглядывается через плечо. Она подходит, значит, к дому этих супругов, и то ли постучалась в дверь, то ли постояла и ушла, я уже не помню. В общем, никто больше об этой девушке ничего не слышал, никто не знает, что это была за девушка, что с ней приключилось. В общем, она канула в лето. И вот Ричард Чизмор решил написать свою такую фантазию, что же это была за девушка, что могло привести к такой ситуации, и куда она делась дальше. Понятно, что это будет неправда, так как никто действительно не знает, что там с этой девушкой, но, согласитесь, довольно любопытный зачин. Ну и в принципе, вот представьте, просыпаетесь вы утром, да, со своим супругом, супругой, намазываете на тост джем и решаете посмотреть, что же ночью было в вашем районе, что происходило вокруг вашего дома. А тут опа, и вот такая вот девушка появляется на пороге вашего дома, а потом куда-то бесследно исчезает. Честное слово, я бы после такого ещё долго бы не могла спокойно уснуть. Так что да, новинка любопытная, но читать я её буду, скорее всего, в электронке. Далее не менее интересная новинка, но немного странная. Называется она «Мексиканская готика». Автор Сильвия Морена Гарсия. И речь здесь пойдёт о том, что девушка по имени Ноэми получает письмо от своей сестры, где чёрным по белому написано «Он хочет меня отравить. Ты должна приехать за мной, Ноэми. Спаси меня». Естественно, получив такое письмо от сестры, Ноэми тут же подрывается и едет в местечко под названием «Высокое место». Это такая деревушка в Мексике. Сама Ноэми вся такая гламурная, в красивых платьях, с прекрасным макияжем. И вроде как не вяжется, что такая девушка будет вести какое-то там расследование. Но, как заверяет аннотация, она хитрая и умная, и она с этим справится. Она выведет на чистую воду колоссально богатую семью, покажет всем, какое безумие и насилие творилось в рамках этой семьи. И вроде бы, казалось бы, ну ничего такого, полным-полно книг на такую тему, стандартные семейные скелеты в шкафах, кого этим удивишь. Но на Лайфлибе эта книга идёт под меткой ужасы и мистика, что как бы добавляет интереса к этой истории. Мне безумно любопытно, а вам пишите в комментариях. А теперь немножечко фантастики. Итак, книга называется «Державы земные». Автор Трэвис Коркорен или Коркорен, я уж не знаю, как правильно произносить фамилию. И речь здесь пойдёт о том, что в 2064 году Земля находится в упадке и власти коррумпированы. Ну, в общем, кто бы сомневался, да, время идёт, ничего не меняется. И какая-то группа людей решает полететь на Луну, чтобы организовать там свою колонию и там жить себе и процветать. Таким образом, на Луне появляется город Аристил, в котором живут американские технокапиталисты, мексиканские гидропонные фермеры, что бы это ни означало, вьетнамские инженеры, иск-ины и генетически модифицированные разумные псы. Да, очень любопытная штука, генетически модифицированные разумные псы. Мне уже интересно познакомиться с этой книгой. Но суть-то не в этом, суть не в псах, а суть в том, что Земля решает пойти войной на лунных жителей, потому что ей надо как-то оправдаться в глазах собственных жителей, и для этого она не находит ничего лучше, как развязать такую лёгкую незатейливую войну, в которой она выиграет. Потому что Земля уверена, что она выиграет. Но мне кажется, что и лунные жители не такие простые, и к этой складке будут подготовлены. И война будет не такой простой, как кажется правительству Земли. Что ж, довольно любопытный задел, я считаю, и мы с вами движемся дальше. Следующая книга, это тоже фантастика. Итак, роман называется «Дальгрен», автор Сэмюэл Дилэнни. И речь здесь пойдёт о городе под названием Билона, и этот город поражён какой-то болезнью. Здесь целый квартал может загореть дотла, а через неделю стоять целёхонький. Здесь небо долгие месяцы затянуто дымом и тучами, а когда облака разойдутся, вы увидите две луны. Для кого-то здесь проходит неделя, а для другого те же события укладываются в один день. Катастрофа застронула только Билону. О, катастрофа, не болезнь. Ну вот, затронула катастрофа только Билону, и большинство жителей бежали из города. Но находятся те, кому хочется жить в этой Билоне, кого хлебом не корми, дай только в этот город приехать. Ну, естественно, это различные маргинальные личности и отчаянные искатели приключений. И тут возникает вопрос, что же все эти бандиты и маргиналы, все эти обездоленные и искатели странного хотят найти в данном городе. Ну что ж, аннотация на этом тактично замолкает. Я уже в своей фантазии навоображала всякого разного, и, в общем-то, теперь с нетерпением жду эту книгу. Что-то тянет меня последнее время на фантастику. А эта книга, кстати, еще и от издательства Азбука. От фантастики мы с вами переходим к фэнтези, и не просто к фэнтези, а к польскому фэнтези. Итак, книга называется «Адепт автор Адам Пшехшта». И речь здесь пойдет о Варшаве в 20 веке. И здесь в одном из городков появляется какой-то загадочный анклав, населенный демонами. И в этом анклаве что-то странное происходит с домами, и улицы могут менять направление. И все это место огорожено стальными прутьями. Такие места появляются не только в Варшаве, но еще и в Москве и в Петербурге. Заходить туда могут только Королевская гвардия и специально обученные алхимики ради каких-то своих целей, в поисках каких-то специальных материалов или каких-то экспериментальных лекарств. И вот один из таких алхимиков, которого зовут Олаф Рудницкий, вместе с офицером элитной царской гвардии, встанет на пути зла. Все очень мистично, все очень загадочно. Аннотация обещает финал, который никто не ожидал, а также магические поединки, экспериментальные лекарства и растущее напряжение в месте прорыва потустороннего мира. Что ж, звучит очень-очень соблазнительно. И вы только посмотрите на эту обложку. Вот только посмотрите. А я уже готова нести свои деньги в магазин. А вот следующую книгу, как мне кажется, лучше всего читать где-нибудь в декабре, поближе к Новому году, потому что называется она «Тайный Санта» и автор ее Триш Арнетью. Итак, речь здесь пойдет о том, что у супружеской пары по имени Клодин и Генри Кэлхун есть собственное агентство недвижимости. И вот каждый год перед Рождеством все сотрудники этого агентства играют в «Тайного Санту» и пытаются перещеголять друг друга подарками, показав уровень своих комиссионных. Типа, вот я, смотри, сколько я здесь заработал, вот такой дорогой подарок могу купить. Ну, в общем, вот такие забавы у людей, работающих в этом агентстве. А этот Новый год, Рождество, что там у них? Оно должно быть самым необычным, самым важным, потому что будет присутствовать некая звезда по имени Зара, и Клодин хочет продать ей какой-то там супер важный дом. Но вечеринка замолкает ровно в тот момент, как кто-то получает в подарок две странные фигурки, которые намекают на темное прошлое Клодин и ее мужа. Что они будут с этим делать? Что это за фигурки? Я не знаю, но звучит все это очень и очень соблазнительно. А вот следующая новинка подкупила меня не столько своим сюжетом, сколько местом действия. Итак, место действия здесь Камчатка. И как-то раз августовским вечером здесь пропадают две девочки 8 и 11 лет. Они сестрички, и в их пропаже подозревают коренное население. Но полицейские поиски ничего не дают, расследование упирается в тупик. И вот на этом начинается книга. А продолжается она 12 рассказами о женщинах, которые знали этих девочек. И на первый взгляд эти рассказы друг с другом никак не связаны. Но потом-то мы кое-что узнаем. Потом-то перед нами предстанет полная картина. А в этих 12 рассказах мы узнаем и как родители девочек смирялись с трагедией. Как дальше жил человек, который расследовал это дело. Ну и как протекала жизнь у людей в этом поселении. Я интересуюсь, как же автор справилась с темой Камчатки. Потому что на Камчатке очень любопытная природа. Ее описать не так уж и просто. И это порой не под силу даже тем, кто там все время жил, всю свою жизнь там прожил. А вот Джулия Филлипс, я, честно говоря, не знаю, жила она когда-нибудь на Камчатке или, может быть, просто мимо проходила в составе какой-нибудь туристической группы. Кто ее знает? Но, согласитесь, довольно интересный антураж. Мне бы очень хотелось, чтобы у нее получилось выписать природу и атмосферу ровно такой, какая она действительно есть. Такая величавая, такая вся. Даже я не могу подобрать слов, какая на самом деле Камчатка. Потому что я ее видела только на фотографиях. Но что есть, то есть. В общем, я надеюсь, что у автора получилось круто. И мы с вами движемся дальше. А дальше у нас книжечка под названием «Безлюдное место». Как ловит маньяков в России. За авторством Саши Сулим. Да, все, как я люблю маньяки и как их ловят. И все это будет написано на примере ангарского маньяка, которого не могли поймать целых 15 лет. По-моему, он убивал только женщин, насиловал, душил, что-то такое. На примере этого маньяка будет рассказано, как вообще расследуются такие дела, что им препятствует, почему они так медленно расследуются или не расследуются вообще. И почему у нас так не любили расследовать дела с серийными убийцами. Да, любопытная книга. Я люблю такие истории, но я не люблю покупать такие истории в бумаге. Хотя здесь такая атмосферная обложка, так что, как знать, возможно. В следующий раз вы увидите эту книгу в моих книжных покупках. Следующая новинка, тоже от русского автора, зовут его Дмитрий Захаров. Книга называется «Кластер». И своей аннотацией она очень и очень напоминает мне вырывашку Брома. Ну, послушайте сами, я вам зачитаю, потому что лучше, чем здесь написано, я не справлюсь. Итак, темнота холодна. Темнота, самое древнее зло, сжимает, разрывает, утаскивает. Все это знают и Лара, и Руся, и серый собак. Знает это и маленький медведь Сёма. Сколько он себя помнит, от протянутых лап темноты его перегло только главное солнце, то, что воткнуто в середину потолка. Вот только это солнце совсем скоро закончится, осколки уже падали за кукольный домик. Чёрное солнце, что может быть страшнее, разве только ловцы? Да, согласитесь, очень загадочная, и я бы даже сказала, пугающая аннотация, очень и очень похожая на то, что происходило в вырывашке Джеральда Брома. Если вы не знаете, про что вырывашка, я вам напомню. Там речь шла о том, что игрушки мальчика встали против древнего зла, чтобы защитить этого самого мальчика. И, возможно, здесь будет то же самое, ну, потому что серый собак, медведь Сёма, а вот Руссия и Лара, это вообще могут быть какие-нибудь куклы, а может быть, это дети. Так что, как знать, но, согласитесь, звучит довольно интригующе. А вот аннотация следующей новинки прямо-таки кричит мне, дай, дай второй шанс этому автору. Я уже читала у этого писателя две книги, и ни одна из них мне не понравилась. Я решила, что, ну всё, больше я ничего у него читать не буду. Но и здесь происходит такое. Итак, роман называется «Тревожные люди». Автор Фредерик Бакман. И речь здесь пойдёт о том, что перед Новым годом какой-то человек с пистолетом захватывает восемь заложников. И вот пока полицейские пытаются что-то там сделать, праздные зеваки шатаются рядом и пытаются всё заснять на телефоны, в общем, напряжение растёт, и люди решают поделиться друг с другом своими самыми сокровенными историями. И вот выслушав часть этих историй, захватчик думает, что будет лучше, если он просто сдастся полиции, только бы не проводить в обществе этих невыносимых людей ни секунды больше. И вот я интересуюсь, а что же такого люди могли друг другу рассказать, что вооружённый захватчик решил их не перестрелять, а самому добровольно сдаться. Да, всё это безумно любопытно, и я, наверное, всё-таки дам ещё один шанс Бакману. И последняя на сегодня книга это снова фэнтези, но в антураже Дикого Запада. Такое я встречаю крайне редко, а атмосфера Дикого Запада мне интересна так же, как и атмосфера Японии. Поэтому я обратила внимание на данную новинку. Итак, роман называется «Чёрный ход», автор Генри Лайон Олди. У нас здесь имеется два главных героя – Рут Шиммер и Джошуа Редман. Револьверы Рута Шиммера стреляют один обычными пулями, а другой – проклятиями и несчастными случаями. Согласитесь, уже звучит довольно любопытно. А вот револьверы Джошуа Редмана совершенно обычные, но зато у него есть ангел-хранитель. А может и не ангел, как знать. Когда эти два парня встретились, на одного из них свалилась люстра. Вот такое вот классное первое знакомство. Да-да, это Дикий Запад, чего же вы хотите. В этом безумном мире разъезжие агенты скупают у индейцев и китайских иммигрантов искры. Это такие крохотные, бесполезные чудеса. А финансисты и промышленники вертят удачи, как публичной девкой. В общем, происходит в этой книге что-то совершенно безумное и мне невероятно любопытно в этом разобраться. Ну что ж, сегодняшний небольшой списочек книжных новинок подошел к концу. По традиции, пишите в комментариях, заинтересовала ли я вас какой-нибудь книгой и выхода, какой книги ждете именно вы. А на этом все. Спасибо вам за просмотр и подписывайтесь на канал, заходите ко мне в инстаграм. На этом все. Пока-пока. Пока.